Хей, всем привет! В этом видео я покажу вам, как я ищу для себя товар, который подойдет для продажи на Amazon в Америке. Сегодня я решил подыскать для себя новый товар и почему бы не записать экран своего компьютера, чтобы показать вам, как это делается. Поэтому сегодня я покажу вам, как я ищу товар, который будет на протяжении времени приносить вам 10 тысяч долларов в месяц, 15 тысяч долларов в месяц. Ну, в самом худшем сценарии, 3 тысячи долларов в месяц, пассивных доходах. А это, между прочим, 180 тысяч рублей. Даже топ-менеджеры с двумя высшими образованиями столько не зарабатывают, сколько вы бы могли заработать, найдя всего лишь один хороший товар для продажи. Итак, поехали! Вам понадобится программа Jungle Scout, и ссылка на эту программу находится в описании. Так, давайте я в другом окне открою Jungle Scout. Jungle Scout. Jungle Scout – самая лучшая программа, которая сейчас доступна на рынке. Я знаю, что есть и другие программы, но лично мне Jungle Scout помог вывести мой бизнес на Амазон на абсолютно другой уровень. Также Jungle Scout больше всех уважает среди американских продавцов на Амазоне. Лично я всегда использую Jungle Scout постоянно. Итак, небольшая ремарочка. Допустим, что делать, если вы не знаете английский, кстати? Давайте предположим, что я ищу товар для себя, и я не знаю английского языка. Для этого что я делаю? Я скачиваю Google Translate Chrome Extension. Так, сейчас мы установим Google Translate Chrome Extension. Нажимаем Add to Chrome. Add Extension. Все, и теперь можно зайти, и давайте еще раз зайдем на Jungle Scout. И переведем эту страницу. И вот здесь нажимаем, выделяем слово, язык русский, Russian. И все, и он переводит нам любую страницу. Оп, и все на русском языке. Вообще, что делать Jungle Scout? Давайте я вам покажу. Нам понадобится две программы от них. То есть нажмите Pricing и две программы. То есть одна называется Jungle Scout Chrome Extension и другая Jungle Scout Web App. Все вместе, это Jungle Scout and Chrome Extension стоит 69 долларов в месяц. Jungle Scout Chrome Extension это приложение для Chrome Browser, которое позволяет вам узнать, сколько стоит любой товар на Амазоне. То есть вы нашли какой-нибудь товар, допустим, кто-то продает ежедневники. Если вы запустите Jungle Scout на странице этого объявления, то Jungle Scout покажет, сколько продаж он делает в месяц. Сколько зарабатывает продавец этого товара, сколько продаж у него в день, сколько конкуренции у этого товара. Грубо говоря, всю внутреннюю информацию о товаре. В любом случае, я покажу вам через минуту, как это работает. Ну, быстренько давайте я вам покажу. Ну, давайте я вам быстренько покажу любой товар, как работает Jungle Scout Chrome Extension. Например, напишем ноутбуки. Выберем какой-нибудь ежедневник. Ну, давайте вот этот, например. Так, и нажимаем вот эту вот оранжевую. Она горит здесь. Jungle Scout Chrome Extension. Нажмем на нее. Она сейчас нам покажет, сколько он продает в день. То есть он продает 83 единицы в сутки. 2500 ежедневников в месяц. И оборот у него где-то 38 874 доллара. Это сколько по курсу будет у нас? Так, сейчас курс, по-моему, 65. 38 874 умножить на 65. Получается 2 526 810 рублей у него оборота в месяц с этого товара. Ну, грубо говоря, там ему 7 долларов на налоги, на закупку, на производство, на отправку. Все вместе где-то он делает 1 300 000 рублей в месяц с этого товара. Итак, это что касается Jungle Scout Chrome Extension. Давайте рассмотрим, что такое Jungle Scout Webber и как он работает. Сейчас я вам покажу. И вот это Jungle Scout Webber и как работает Jungle Scout Webber. Он работает следующим образом. Вы вбиваете параметры своего товара. Например, покажите, мне нужен товар, который приносит 20 000 долларов в месяц. Вот сюда выбираю 20 000 долларов в месяц. Нет. Чтобы было не больше 50 отзывов, потому что отзывы очень важны на Амазоне. Чтобы товар не весил больше 1 килограмма. Это 2 паунда. Все, что выше, вам потом будет стоить в отправке очень дорого. Чтобы товар продавал больше 30 единиц в сутки. Чтобы товар не стоил там больше 20 долларов. И потом нажимаете Search и он выдаст вам все эти товары. После чего, когда вы найдете здесь товар, вы пишите китайцам на сайте Alibaba. На вас выходит себе поставщика. Говорите, сделайте мне копию такого же товара, только в массовом масштабе. Говорите им, чтобы они переправили на склад Amazon в США. И Amazon сам за вас будет рассылать клиентам каждый раз, когда они купят ваш товар. То есть пассивный доход, одним словом. Ваша задача остается только следить за инвентарем и пополнять его. Две эти программы стоят 69 долларов в месяц, как я уже сказал. И поверьте, она купит вам все деньги. Когда я покупал эту программу, она продавалась единожды на пожизненной основе. То есть я ее использую на пожизненной основе. И я, по-моему, заплатил тогда около 300 долларов за нее. Но сейчас они предлагают эту программу только по платной ежемесячной подписке. Так, давайте я начну искать товар. Допустим, что я еще ни разу не продавал. На Амазоне у меня нет своего бренда. Как бы я поступил? Сначала нам нужно выбрать нужные нам категории. Да, и кстати, в Jungle Scout вы можете здесь выбирать, на каком рынке вы хотите продавать Амазон. То есть, если кто не знает, есть Амазон США, Амазон Канада, Германия, Испания, Франция, Индия, Италия, Мексику, Англия. Ну, Амазон США, он в принципе покрывает и Канаду, и Амазон Мексику. И это самый огромный рынок, поэтому я рекомендую придерживаться Амазон США, если вы хотите зарабатывать реально большие деньги. Итак, давайте выберем категории Arts, Crafts & Sewing. Это товары для рукоделия, хобби, творчество. Категория Baby, товары для детей. Не выбирайте электронику, потому что на Амазоне существует так много правил и инструкций. И вообще, столько проблем с электронными товарами. И столько шансов, что что-то пойдет не так. Например, там, мертвые батарейки или провода, или какая-нибудь фигня, которая может загореться или взорваться вообще. Плюс, возможно, если там есть стекло в электронном товаре, то товар может разбиться при транспортировке. То есть, я лично никогда не ищу для себя товары, связанные с электроникой. Но хотя, с другой стороны, вы можете поискать товар в этой категории, так как никто не хочет связываться с электроникой. И у вас вообще не будет конкурентов. Home and Kitchen, товары для дома, Industrial and Scientific. Это всякие интересные научные товары. Вы можете найти много странных товаров в этой категории. Но странные товары, это всегда хорошо для Амазона. Чем страннее товар вы найдете, тем лучше он будет продаваться на Амазоне. Офисные товары. It's office product. И товары для животных тоже можно посмотреть. Pet supplies. Наверное, пока хватит из категории. А то Jungle Scout покажет нам сотни тысяч товаров, которые мы просто физически не сможем посмотреть. И сюда, справа, нам нужно ввести параметры, которые нам нужны. Давайте выставим цену. Minimum price, maximum price. Цену выставляем от 13 долларов 58 центов. И до 37 долларов 85 центов. То есть, эти товары, которые продаются в этом диапазоне. Причина, почему я выставляю такую цену с такими странными номерами, потому что в основном все продавцы на Амазоне выставляют прямую цену, например, от 10 долларов до 50 долларов. Или чтобы прибыль была, например, от 10 тысяч долларов до 25 тысяч долларов. Ровные номера я не рекомендую делать так же, потому что вы должны найти такие товары, которые никто не видит. Поэтому давайте выставим доход товара. Ну, примерно он должен приносить от 12 783 доллара. То есть, минимум сейлс, давайте 12 773 доллара. И максимум, например, 29 403 доллара. Отзывы очень важны на Амазоне. Это один из самых главных показателей конкуренции, насколько хорошо продается товар. То есть, различные Амазон гуру в Америке говорят, что даже не пытайтесь соревноваться с товарами, у которых больше 50 отзывов, так как у них уже большая конкуренция. Я на 100% не согласен с этим утверждением, потому что все зависит от того, во-первых, в каком рынке вы находитесь, как хорошо вы оптимизировали свои объявления, расписали ли вы правильно описание товара, хорошие ли у вас фотографии, и выделяется ли ваше объявление на фоне других конкурентов. То есть, вы можете воевать с товарами, у которых и до 300 отзывов на товаре. Лично я обычно не смотрю товар, который имеет больше 300 отзывов. Ну, давайте напишем, я не знаю, 187 отзывов. Если ваш товар превышает больше полутора паундов, то отправка может неплохо съесть вашу прибыль. Но не забываем, что все Амазон продавцы знают это и обычно выставляют в параметрах именно этот вес при поиске товара. Но мы не такие, как все, и мы возьмем немного выше. Например, 1 доллар 58, ой, 1 доллар, говорю, 1 паунд 58 унций. Упс, я нечаянно заговорился, выделил электроникс, я же сказал, что не буду электроникс выделять. И еще я заговорился, я 29403 не туда вел, максимум revenue. То есть, пока тут заговорился, это убираем, продажи нам не нужны. Revenue, это сколько прибыли он приносит, и нажимаем Search. Все, Jungle Scout сейчас загрузит нам. Бум, Jungle Scout показал нам 4834 товара, которые имеют вот эти параметры, а это нам нужные параметры. И на что я сейчас буду смотреть? Я прежде всего буду смотреть, чтобы было мало отзывов, то есть желательно, чтобы было где-то... Вообще, идеальный товар был бы, чтобы у него было меньше 50 отзывов, там, чем меньше отзывов, тем лучше. И чтобы у него были большие продажи. То есть, он сразу нам подписывает, сколько примерно Amazon будет брать с вас денег с товара. То есть, price, это цена. Например, вот этот товар, Shandelier Cottage, это для лампы какая-то фигня. Продается за 32 доллара. Amazon, налоги примерно будут стоить 8 долларов. И прибыль 24 доллара. Но не забывайте, что вам нужно еще в Китае произвести эту фигню. Она, ну, сколько будет стоить? Долларов 2-3. Где-то 20 долларов чистой прибыли вот с этой фигни, с одного товара вы будете делать. И это весит меньше одного паунда. Упс. Ладно, давайте быстренько пролистаем и посмотрим, что мы можем здесь найти. Итак, сейчас я буду просто пролетать вниз над всеми товарами, потому что у меня уже глаз наметан на хорошие товары. И вы натренируете свой глаз на хорошие товары в течение буквально одного месяца. Использование этой программы каждый день. Это я, потому что обычно я делаю во вторник вечером, ищу товары для себя. Так что я хочу быть максимально прозрачным с вами. То есть, вы можете видеть, многие товары повторяются. Там, например, есть какая-нибудь, а вот, неплохой товар. Так, подставка для книг. Давайте другую ссылку скопируем. Вы можете видеть, что некоторые товары повторяются. Там, если... Так, это что-то у нас, макбук. Ладно, если товары повторяются, там, одна бутылочка бывает красного, зеленого, синий цвета. То есть, вы просто пропускаете и идете дальше вниз. Так, дальше, дальше, дальше. Карты. Такие бумажные товары, что хорошо для первого товара, они очень легкие. Их легко сделать в Китае. И поэтому не будет никаких проблем. Вешалки. Ну, там, наверное, большая конкуренция. Это я так уже по своему опыту знаю. Корзиночка вот эта для дома. Вот такие товары довольно простые, для бытовых использований. Они довольно популярные. Давайте просмотрим его тоже чуть попозже. Поехали дальше. Так, это что-то непонятно. Вот для фотографии что-то тоже интересный товар. Ну, тоже давайте проверим его. Это против глистов для животных. Таблетки, всякие такие, лекарства, даже не думайте что-то делать с ними, потому что вы никогда в жизни не сможете воссоздать таблетки или какие-то лекарства в Китае и перевести их в Америку, учитывая, сколько в Америке есть всяких регулировочных инстанций. То есть, перевозить таблетки из Китая в Америку, это все равно, что попросить американские власти посадить вас в тюрьму. Ну, вы не находитесь в тюрьме, поэтому вам ничего не будет, но таблетки всякие, даже не думайте, что чем-то таким заниматься. Должен быть простой товар. То есть, я ищу простой товар, который гипотетически я могу воссоздать в Китае за небольшую, за недорогую цену. То есть, бытовые товары, понятное дело, их очень легко воссоздать в Китае. Так, ну, давайте пока первой страницы закончим. Давайте пока пройдемся по товарам, которые мы нашли. Сейчас загружу вторую страницу Jungle Scout. То есть, пока мы выбрали три товара, посмотрим, что из этого получится. Ладно, начнем с такой поставки для офиса. Так, это программа Kipa, но сейчас нет времени объяснять, как она работает. Но с помощью Kipa можно почитать точное количество. То есть, если Jungle Scout ошибся где-то, через Kipa я в своем курсе показываю, как вообще точно посчитать, сколько у него продажи каждый день. Так, давайте пустим Jungle Scout Chrome Extension с 13 продаж, 800 продаж в месяц, почти на 16 тысяч долларов в месяц оборот у него и всего лишь 186 отзывов. По сути, что я ищу? Я ищу огромный объем продаж с маленьким количеством отзывов. Потому что отзывы очень важны на Амазоне. Чем меньше отзывов, тем больше шансов, что я смогу его обойти. Итак, давайте скопируем название Desktop File Sorter и посмотрим, если я смогу импортировать этот товар из Китая. То есть, что я делаю? То есть, копируем и заходим на сайт alibaba.ru либо alibaba.com. Так, и вставляем в поисковик. Сейчас мы найдем этот товар. Сколько он нам будет стоить в Китае? А вот и вот наш товар. Доллар 59 в закупке он стоит, получается. Давайте посмотрим на Амазоне он продает, получается, за 19 долларов 99 центов. Я думаю, вы видите, какой огромный потенциал у Амазона, сколько на Амазоне можно зарабатывать, учитывая, что он сколько там продает? 800 этих фигнюшек в месяц и сколько прибыли он делает. То есть, я говорю, Амазон это золотая жила. Так, описание товара. И сразу я могу сказать по объявлению, что это ужасное объявление, всего лишь три какие-то беспонтовые фотографии. Нету описания. То есть, я спокойно могу сделать точно такой же товар, не добавляя ничего. Точно так же начать с ним продавать. И весит он мало. 1,15 паунда, это где-то 500 грамм. То есть, мы укладываемся. Сделать нормальные фотографии, и отличное описание точно так же продавать и составить ему конкуренцию, и переманить большинство его клиентов к себе. То есть, у меня будет как минимум 400 продаж в месяц. Так. А, вот он. Вот это наш товар. Вот у кого он покупает. 1 доллар 25 центов в закупке он берет. Это вот то же самое объявление. Он даже не заморочился сделать какие-то отдельные фотографии. То есть, это вообще, этот человек нам не конкурент. И учитывая, что он столько продает, просто я смогу спокойно воссоздать то же самое. Вот эти, он даже не удосунулся сделать фотографии какие-то. Какие-то сертификаты завода. Не удосунулся описание написать. Теперь, ребят, давайте я покажу вам один маленький секретик. Я пытаюсь показать вам как можно больше всяких фишек и секретиков, чтобы там, у кого нет денег на курсы, чтобы попробовали. Значит, открываем Google Translate и переводим с английского на китайский. Понимаете, какая ситуация, ребят? Продавцы на Alibaba, они прекрасно знают, что к ним заходят люди со всего мира. И в частности, если к ним заходят новые продавцы на Амазоне из Америки. То есть, понимая, что это люди из Америки, они знают, что у американцев есть деньги. И поэтому китайцы будут ломить, попытаться заработать на вас максимальную сумму. То есть, будут выкладывать вам, выставлять дорогую сумму, потому что они знают, что у вас есть деньги. Сейчас мы зайдем на такой сайт, который называется 1688.com. Это полный аналог Alibaba, но только для внутреннего китайского рынка. То есть, если кто не знает, что такое вообще Китай, чтобы вы понимали. В Америке живет 350 миллионов человек, по-моему, примерно. В Китае больше миллиарда человек. И 400 миллионов человек в Китае, это люди, которые находятся в зоне заработка, как говорится, средний класс. То есть, общее число людей среднего класса в Китае, их больше по количеству, чем все население Америки. Учитывая всех детей, стариков, бомжей, нищих, всех абсолютно. То есть, вы понимаете, что для Китая у них есть вот этот мощный сайт 1688.com. И что мы сделаем? Мы попытаемся перевести сейчас название вот этого нашего товара на китайский язык. Потом в объем это китайское название на сайт 1688.com. И, может быть, мы найдем там товар, который будет, может быть, мы найдем там завод, который предоставит нам услугу создания этих товаров за еще более дешевую цену. То есть, не за доллар 25 за штуку, а, может быть, за один доллар. То есть, мы еще сэкономим на этом. Так, значит, я не знаю, найду ли я, нет. Ну, давайте скопируем десклоп файл сортер. И вот такие у нас иероглифы получились. Так, скопируем эти иероглифы. Забываем 1688.com. То есть, на самом деле, это огромный сайт. Вы не думаете, что это какой-то там. Он по размерам такой же, как Alibaba. И сюда вбиваем наше название. Так, что он медленно загружается. А, можно даже его попробовать перевести сейчас через Google Translate. Посмотрим, получится у нас на английский язык. Ну, как бы вы можете на русский перевести, я просто на английском понимаю. Ну, вот, примерно вот так. Ну, вот этот сайт переведен на английский язык. Ну, ладно, давайте вобьем. Так. Ну, блин, да, это то, что нужно, но он не показывает нам то, что он именно тот товар, который нам нужен. Это надо сейчас посидеть, поискать. Но на сайте 1688.com все примерно дешевле на 10-15%. А, поверьте, 10-15% в больших объемах – это огромные суммы. Особенно, если у вас товар зайдет. Ну, я не вижу, не понимаю, почему у вас товар может не зайти, если вы будете делать через мой курс, потому что я там рассказываю все секреты. Но, мало ли, если у вас товар зайдет, 10-15% на протяжении, там, 2-3 лет, 4 года, 5 лет, сколько у вас этот товар будет продаваться на Амазоне? Может, 10 лет. За 10 лет, 10% это будет, я не знаю, может быть, миллион долларов. Ну, не миллион, ну, 500 тысяч долларов, наверное. Так, чуть не получается меня найти. Ну, понятное дело, из-за того, что я делал все в онлайн. Итак, просто из-за этого видео я сейчас не буду искать именно, вот, как это правильно написать. Потому что это сейчас займет мне минут 7-8, как найти этот товар на сайте 1688.com, прописав правильно на китайском. Ну, я думаю, вы поняли идею, что я имею в виду. И, там, когда для себя будете искать товар, то есть, не забудьте пробить этот товар на сайте 1688.com. Итак, дальше, следующее, что нам нужно сделать. Нам нужно пробить конкуренцию, как это делается. То есть, нужно взять, скопировать, ааа, блин, вот этот, your disk is almost full на маке, я не знаю, как ее отключить, она постоянно вылазит. Нам нужно пробить, взять и вбить самое обширное название в сам поисковик Amazon. Для чего это делается? В таком случае у Jungle Scout Chrome Extension есть такая функция, которая называется Opportunity Score. И давайте я вам покажу, как это работает. То есть, выделяем Desktop File Sorter. И вбиваем в Amazon поисковик. То есть, эта функция работает только, когда вы вобьете обширное название сам поисковик. Вот все наши товары, которые вылазят. И вот на данном моменте, если мы запустим Jungle Scout Chrome Extension, вот здесь справа, в правом верхнем углу вы можете видеть Opportunity Score. Сейчас он отсканирует все товары. Вот этот Opportunity Score. Он дает оценку от 1 до 10. Насколько хороший... Я не знаю, если вы брали уроки экономики, то есть, это банальная экономика. Надо оценить спрос и предложение. То есть, Opportunity Score, он показывает именно спрос и предложение. Вау! Номер 6. Это считается очень хороший показатель. High Demand, это переводится, большой спрос. Low Competition, это означает маленькая конкуренция. Это то, что нужно. 5. Если оценка 5 стоит, то это нормально. Все, что выше 5, это уже неплохо. Конечно, если вы найдете номер 7, номер 8, я спокойно могу находить такие товары. Конечно, это будет вообще пушка. Вообще, что я ищу? Вот этот товар еще лучше продается. У него меньше отзывов, 129 отзывов, и он продает на 20 тысяч долларов. То есть, я ищу товар, у которого будет мало отзывов и большие продажи. Но это большая конкуренция. То есть, мы можем видеть, что в среднем товары не заходят выше 50 отзывов. А, это наш товар. То есть, все, что ниже 50 отзывов, вы можете спокойно конкурировать с этими товарами с нуля абсолютного. Все, что выше 50 отзывов, конечно, можно конкурировать с этими людьми, но там нужно вкладывать деньги в рекламу, там нужно обходить. Там, это уже другая тема для разговора, как обходить с конкурентов. Я не буду сейчас это объяснять в этом видео, это еще на 3 часа займет. Но, вот примерно так нужно оценивать конкуренцию. Но это один из способов, как оценивать конкуренцию. Я опять-таки могу еще много всяких способов показать, как оценить свою конкуренцию на Амазоне, свои шансы. Но главное, что я ищу в хорошем товаре, это маленькое количество отзывов и большой объем продаж. И номер 6, конечно, это неплохо. Неплохой показатель, неплохая оценка. Итак, честно говоря, я просто гарантирую, что если вы просто возьмете вот это товар и начнете продавать, вот я говорю, все, что нужно, это сделать красивые фотографии штук 9, и сделать анимированные фотографии. Ну, я не знаю, например, что я имею в виду под анимированными фотографиями. Сейчас я вам покажу. То есть, а фотографии в действии. То есть, вот типа таких, знаете, инстаграмных фотографий. Вот типа вот такого. Ну, например, вот барбекю глаз я вот сегодня смотрел. Где эти фотки, которые я видел? А, вот. Вот сделать вот такие фотографии, вот, анимированные. То есть, сделать вот 9 таких фотографий, там, из офиса. Щет. Че у меня тупит компьютер? Или это интернет тупит? Вот где будет вот такое описание, сколько градусов она может выдерживать. Фотография в действии, как это выглядит. Вот такие фотографии, там, из какого качества они сделаны. Изнутри. Вот сделать вот такие фотографии, смотрите, какое описание, там. Premium High Quality Material, там, премиальный высококачественный материал, там, breathable city clean, дышащие, легко мыть. Вот такое описание сделать. Bullet Point, так называемые. Вот это называется Bullet Point. Я гарантирую вам, что вот этот товар просто будет взрывать. Учитывая, за сколько мы нашли этот товар. То есть, ну, грубо говоря, пускай за доллар 50 мы этот товар покупаем. Окей, пусть будет доллар отправка. То есть, понятно, будет где-то 50 центов отправка за один товар. Доллар отправка, 15% Amazon Fee, то есть, если вы продаете за 20 долларов, 15% от этого это будет 2-3 доллара Amazon Fee. Плюс там еще какие-то, я не знаю, затраты, я не знаю, на упаковку доллара, может, максимум. Ну, грубо говоря, он обойдется вам в 6 долларов. То есть, и вы будете продавать за почти за 20 долларов, 20 минус 6, это получается, 13 долларов. И посмотрим, сколько он зарабатывает с этого. То есть, где-то, если он продает 13 штук в день, 799 единиц в месяц. Так, 13 долларов умножить на, ну, пускай округлим, 800 единиц в месяц. 10 400 долларов просто вот с одного товара. Вот этот чувак зарабатывает в месяц. Это 600 тысяч рублей с одного товара. То есть, сейчас курс 65. 676 тысяч рублей с одного товара. То есть, вы понимаете, что такое Amazon, что такое вот это Private Label, как Private Label, как по-русски, свой частный товар. И насколько просто вот поразительно, сколько людей. Я просто вот сегодня буквально общался со студентами, которые мне задавали вопрос, идти ли мне учиться. И там были еще взрослые люди такие, образованные, ученые. Я сказал, что даже не думайте, если вы хотите зарабатывать деньги, не думайте идти в университет. Это все полная фигня. Мне ученые на это говорили, нет, ну, ученые, я их так называю, потому что у них там два высших образования. Они говорят, нет, надо там вот учиться, образование обязательно получить. И что вот вы отучитесь, получите образование? У меня сейчас работает два человека, у них два высших образования. Плачу я им 60 тысяч рублей. То есть, они работают у меня, у человека, который ушел после 9 класса, не оконченное образование. А 600 тысяч рублей в месяц зарплата, это просто топовый менеджер в топовой компании в Москве. Вы можете это все делать из дома. То есть, поэтому я говорю, ребят, кто хочет взять этот товар, я гарантирую, я вот просто гарантирую, что вы спокойно будете зарабатывать свои там в худшем сценарии 200 тысяч рублей в месяц вот с этого, с одного товара. Может быть, я даже сам этот товар экспортирую. Ну, я еще по другим каналам пробью его. Ну, хотя, не знаю, у меня очень много товаров, в принципе. Посмотрим, я подумаю над этим товаром, кстати, заработать быстрые деньги. Тем более, сейчас приближается сезон, это ноябрь-декабрь. Ноябрь-декабрь на Амазоне ты зарабатываешь, сколько ты мог заработать за полгода. То есть, за эти два месяца зарабатывается все, как за полгода на Амазоне. Поэтому я создал курс, ссылочка на курс тоже будет в описании. Если вы хотите быстро, ну, как относительно быстро подняться, то это лучше сделать сейчас. Потому что ноябрь-декабрь, потом вам придется ждать целый год. Я сделал отдельное видео, во сколько раз у меня увеличивается продажа примерно в эти месяцы. Ну, примерно в 5-6 раз все продажи увеличиваются. Ноябрь-декабрь. Ну, и октябрь тоже там чуть-чуть захватывает. Вот, поэтому... И еще один трик я вам расскажу, как я... Это один из способов, то есть, вообще самый четкий способ, как понять, сколько он продал... Точно. Потому что Jungle Scout, это все-таки примерное, как говорится, предположение, это неточные продажи. То есть, 800 продаж в месяц, там, Jungle Scout может вниз уйти, может вверх уйти. То есть, это примерное предположение. Но есть несколько способов, как понять, что это точный товар. Например, я использую с помощью Kipa. Это долго объясняется, ребят. Как через Kipa я подсчитываю, сколько он продает в месяц. Kipa платная программа, она стоит 20 долларов в месяц. Но есть другой бесплатный способ. Я сейчас не буду вам показывать, но я объясню логику, и вы дальше додумаете. Не буду, потому что я не хочу сейчас залогиниваться в свой Amazon аккаунт. По сути, что вы делаете? Вы добавляете этот товар свой, в свою продуктовую корзину и выставляете, что вы хотите купить 999 штук. И Amazon показывает вам, что всего в наличии 71 товар. И вы не больше 71 товара на складе. И вы потом на следующий день подсчитываете, опять делаете этот способ, это называется 999 трюк. На следующий день это делаете, и он уже на следующий день показывает, что там осталось 56 товаров. То есть вы подсчитываете, что там продалось 14 штук, а продалось... Потом на следующий день осталось там 47 штук. Значит, окей, минус 9, значит, сегодня он продал 9. И вот так, там, две недели вы подсчитываете, примерно, сколько он продает в день. Но иногда продавцы ставят блокировку, они ставят блокировку, что не продавать товар, там, больше 20 штук. Есть, опять-таки, другие способы, как обойти эту блокировку. Например, также Jungle Scout. У них есть такая фишка, называется Product Tracker. Так, что он не нажимается? Product Tracker. А, вот. И сюда вы вставляете ASIN номер. Что такое ASIN номер? ASIN номер есть у каждого товара на Амазоне в описании. Вот ASIN номер. Вы копируете сюда ASIN номер и вставляете сюда. Нажимаете поиск и подождите 2-3 дня, и Jungle Scout за эти 3 дня соберет всю эту информацию, сколько он продает в день. И он вам покажет, то есть, если у него ставят блокировку, он вам покажет, что у него было там сегодня 80 товаров, на следующий день у него осталось 60 товаров, на следующий день у него осталось 40 товаров. Это уже информация будет более точная, чем просто примерный подсчет через Jungle Scout Chrome Extension. То есть, это также один из способов. Ну, я думаю, я не буду дальше идти по товарам, потому что это видео слишком сильно затянется. Я думаю, вы примерно понимаете, как это все происходит, как происходит анализ всех товаров. Я использую, обычно я использую примерно около 7 программ, когда я анализирую свой товар. То есть, сегодня я показал вам одну из этих программ, как она работает и Jungle Scout. Поэтому, если вам интересен курс, если вам понравилось видео, если вы хотите начать зарабатывать на Амазоне, в Америке, вести бизнес в Америке, опять-таки повторяюсь, этот курс очень тяжелый. Это не а-ля там бизнес-молодость, купи курс, повторюсь, это не а-ля курс, купи у меня курсы, через 3 недели ты будешь ездить на Ламборгини. Нет, это тяжелый бизнес, это сложный бизнес, свой бизнес нужно выстраивать. Пока вы экспортируете из Китая товар в Америку, это займет там месяц, пока вы установите себе аккаунт, еще один месяц, то есть, 2-3 месяца, чтобы начать продавать. Но, как только вы начнете продавать, вы увидите, какие суммы здесь крутятся. А учитывая, что еще в России сейчас кризис, учитывая этот курс, который взлетел, от которого все мучаются, вы будете играть, наоборот, на этом курсе. То есть, вам это будет в прибыль, что у вас такой курс. И вы сможете зарабатывать вот такие деньги с одного товара, то есть, 10 тысяч долларов. А представьте, если у вас там 2, 3, 4 товара, у меня уже 14 товаров на Амазоне, чтобы вы понимали. То есть, за 3 года у меня 14 товаров, и еще я занимаюсь там другими способами продажами на Амазоне. Ритейл-арбитраж, онлайн-арбитраж, я тоже сделаю видео, как на этом зарабатывать. Надеюсь, вам понравилось видео, примерно показал, как это все происходит. Ссылка на курс в описании, ссылка на Jungle Scout в описании. Если у вас сейчас нет денег, купить курс, то вы можете пока купить Jungle Scout, попробовать, найти для себя товар, как только вы будете готовы. Вы можете приобрести курс, и вам уже не нужно как бы искать для себя товар, потому что у вас уже товар будет на руках, вам нужно будет просто дальше следовать моим урокам, указаниям, как что делать, как перевести товар из Китая в Америку. О, мне уже на Тиндере пишут. Ладно, все. Кстати, я вообще открыт к любым вопросам, мой Инстаграм я тоже оставлю в описании, порги998. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайтесь. Но если у вас есть какие-то вопросы по курсу, по Амазону, как это все происходит, не стесняйтесь, задавайте, либо в комментариях, и пишите вообще в комментариях, какие еще хотели бы видео примерно, какого примерно плана, чтобы я снимал. Все, всем пока. Пока.